Добрый вечер. Я начну со слов благозавности. Спасибо вам большое, что вы пришли. Что вы пришли к Юрию. Что вы пришли послушать какие-то слова о нем. Спасибо огромной гильдии, которая помогала сделать это плечо. Спасибо огромное, Нелли. Я думаю, а вот она есть. Спасибо, Нелли. Вы знаете, несколько дней назад, в день рождения Юры, мы открывали его выставку. Удивительную выставку портретов друзей. И это было потрясающе. Какой точный, тонкий и изящный взгляд на людей. Юра обладал этой тонкостью. И прежде чем сказать несколько слов о нем, я хотел бы прочитать отрывок из поэмы «Возмездие» Александра Блока. Мне кажется, что этот отрывок точно говорит о смысле жизни артиста. «Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай, над нами суммы неминучий или ясность Божьего лица. Но ты, художник, твердо веруй в начало и концы. Ты знай, где серегут нас ад и рай. Тебе дано бесстрастной верой измерить все, что видишь ты. Твой взгляд, да будет тверд и ясный. Сотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасный. Познай, где свет поймешь, где тьма. Пускай же все пройдет неспешно. Что в мире свято, что в нем грешно. Сквозь хлад души, сквозь жар ума». АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще, я вам скажу, это было большое счастье – работать с Юлей в фильме «Два капитана». Потому что на самом деле играть с таким актером, работать с таким актером – это действительно и огромное напряжение и огромное счастье. Потому что мне очень трудно было увидеть в Юрия Багдарея противника. Противного Ромашопа. Невозможно было увидеть в нем противного человека. Настолько он был обаятелен. Настолько он был прекрасен. Мне трудно было его бить. Вот вы видели здесь эту сцену сейчас. И Карелову, режиссеру, который делал эту картину, пришлось просто много с нами работать для того, чтобы все-таки возникала какая-то эта неприязнь. Потому что ощущение дружбы, ощущение симпатии, оно все равно остается на экране. Потому что камера, она все видит. Она видит твои глаза. Она видит твою душу. Она видит твое отношение к человеку. И удивительно было то, что я всегда в этом думал. Богатырев – это не просто актер. Это явление. Это событие. Он долгие-долгие годы будет с нами. Будут его роли. И мы будем очень многие вещи видеть его глазами через фильм. Я все время думал – а какое? Вот кто? И потом все-таки пришел к выводу – он, конечно, Филиппок. Он, конечно, Филиппок. Это огромный ребенок в круглых очках, с огромными руками, губами, улыбкой, нежной, в каком-то смысле растерянной. И вместе с тем, посмотрите, какой огромный диапазон у него существовал. Это была и свой среди чужих – совершенно мощный мужик, который может сломать любого. И тут же беззащитный Филиппок. Или постановка Эфроса – какая потрясающая была театральная. Постановка Шекспира. Как он там блистательно играл. Всегда очень жалеешь, что актер уходит рано из жизни. Это жаль. Но, с другой стороны, мне кажется, он выполнит свою миссию, предназначенную для него. Он ее выполнит сполна. Он эту жизнь, вернее, много жизней, потому что актер проживает много жизней. И я считаю, уже сейчас, будучи руководителем большой студии на Мосфеме, я считаю, что актерская профессия, к сожалению, большому, не только счастье, контакты со зрителями, успехами и так далее, но это еще и очень саморазрушительная профессия. Она разрушает актера во многом, если относиться к этому по-настоящему, профессионально и глубоко. Поэтому Эфрос выполнил свою миссию, предназначенную на земле. Он оставил след, который никто никогда не забудет. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.